Добрый день! Сейчас я расскажу, как нас обманывают производители дозиметров. Практически все заводы делают следующее. Берут совершенно одинаковые модели дозиметров, но ставят их в разные корпуса и называют модель номер один и модель номер два. При этом модель номер два называют профессиональной, для того, чтобы повысить на нее цену. Но по сути это являются по начинке два абсолютно одинаковых дозиметра. Важно понимать, что профессиональный дозиметр никак не может иметь малые размеры. Например, как вот этот вот. Терра производства Экотеста. Основным требованием, предъявляемым к профессиональному дозиметру, является большая скорость измерения и меньшая погрешность. А обеспечивается данное качество только увеличением площади детекторных элементов. Например, берутся не вот такие вот датчики, как стоит, допустим, в этом дозиметре. Тут стоит один такой SBM-20. А берутся вот такие SBM-19, которые по площади в четыре раза превышают этот SBM-20. Более того, даже берутся несколько таких. Например, вот детекторный элемент. Здесь вот схема с этой стороны. Здесь крепление, куда ставится три таких параллельно. Бывает, применяются вот такие вот SBT-10. Видите, насколько они по площади превышают вот этот SBM-20. То есть он сам уже больше дозиметра, этот датчик. Более того, даже их по нескольку параллельно ставится. Например, у меня есть дозиметр, в котором стоят два таких параллельно. У этого же завода Экотест есть точно такая же модель, выполненная в корпусе желтого цвета, которая стоит в полтора, а то и в два раза дешевле. По начинке она ничем не отличается. Там стоит точно такой же один счетчик Гейгера. Но теперь у покупателя есть выбор. Взять самое дешевое или что-то среднее. Есть ведь много людей, которые выбирают что-то средней ценовой категории. Он считает, не буду я покупать самое дешевое, если у меня есть возможность. И берет точно такой же дозиметр, только не в желтом, а в черном корпусе. Никак не может быть маленький дозиметр профессиональным. Есть еще ряд требований к профессиональным дозиметрам. И одно из них это повышенная прочность. Также желательно возможность дистанционного измерения радиации. То есть, когда вы не лезете с таким вот дозиметром, допустим, под дынище автомобиля, с риском, что он вдруг сейчас поедет и вас задавит. На профессиональных дозиметрах желательно иметь телескопическую штангу, которую вы держите в руках, а на ней на конце закреплен датчик, который у вас под днище автомобиля залезает. Либо же внутрь какого-то механизма, либо же в куче металлолома вы можете не лазить по этой куче, а поднести датчик посредством вот этой вот телескопической штанги. Еще одним желательным требованием к профессиональному дозиметру является возможность измерения уровня радиации, уровня загрязнения продуктов питания. Для того, чтобы обнаружить малое загрязнение продуктов питания, необходимо как можно больше отсечь влияние естественного фона, который всегда существует в любой точке пространства. Для этого берется свинцовый такой сейф, он называется свинцовый домик. Размеры у него небольшие, но там толстые свинцовые стенки. Вес его 20 и даже более 40 килограмм бывает. Туда кладется наш продукт питания. Там стоят вот такие вот обычно большие счетчики, гейгера, датчики. И благодаря тому, что свинцом наш определяемый материал изолирован от окружающего пространства, и туда попадает уже меньше извне радиоактивных частиц, достигается большая точность измерения, которая позволяет почувствовать меньшую загрязненность радиации продуктов питания. Потому что без свинцового домика тоже можно увидеть радиоактивные продукты питания. Но это уже будет превышение нормы в 2-3 раза. То есть этот метод более грубый, без свинцового домика. Естественно, наличие свинцового домика еще больше увеличивает размеры нашего дозиметра. Что касается электроники, применяемой в дозиметрах, то она очень простая. Она примерно в миллион раз проще, чем, например, электроника смартфона. Да-да, я не говорился. Настолько простая. У нее простая задача всего лишь посчитать количество импульсов, приходящих с датчиков за определенный промежуток времени. Что и будет составлять мощность дозы. Ту самую, которая измеряется в микроентгенах часа, о которой все наслышаны. Такая простая электроника при серийном производстве стоит порядка 2 долларов. Поэтому неправильно будет думать, что если вы видите дозиметр дешевле и какой-то дозиметр в 2 раза дороже, что в том дорогом будет какая-то супер-пупер-фантастическая электроника, которая ни с того ни с сего обеспечит ему высокую точность и скорость измерения. Нет. Стоимость дозиметра при производстве будет определяться только размером и количеством счетчиков Гегера. Они составляют основную стоимость дозиметра. Поэтому понятно, за что стоит переплачивать, если вы видите разные дозиметры. Переплачивать стоит только за то, если в более дорогом дозиметре будет несколько счетчиков Гегера. Например, есть такой дозиметр Стора, в котором стоит 4 таких счетчика. Его уже можно считать профессиональным. Всем спасибо. Надеюсь, кому-то будет полезна данная информация. Продолжение следует...